Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5. В горах до минус 10. Днем до плюс 12. И местами минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии без существенных осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 3. Днем 9-11 градусов тепла. Ночью на дорогах гололедица. Сельский дом культуры это практически единственное место, где можно не только провести свой досуг, но и духовно обогатиться. Многие праздничные мероприятия проходят именно в сельских ДК. После масштабной реконструкции и капитального ремонта откроется культурно-досуговый центр в ауле Нижняя Тиберда. Ахмат Халкечев продолжит. ДК аула Нижняя Тиберда был построен в 60-х годах прошлого столетия. Такой масштабной реконструкции и капитального ремонта это здание не видела никогда. От Старого Дума культуры остались только стены. Заменено практически все. Начиная с напольных покрытий, штукатурки стен, потолков и кровли до электрико-инженерных систем. Деревянный пол был. Постоянно гнил. Меняли, ремонтировали. Противопожарная безопасность хорошая. Все новое поставили. И вот сейчас практически на 99% уже готово. Осталось вот стене поставить и занавес. И будем начинать работать уже. В отличие от городов, в сельской местности крайне мало мест, где молодежи с пользой можно было провести свой досуг. Здесь ауличане, помимо просмотра новинок кино и театральных постановок, могут еще и культурно просветиться. На базе Нижне-Тибердинского Дома культуры имеются музыкальные, театральные, танцевальные и шахматные кружки. Свою работу творческие кружки возобновят, как будут полностью завершены строительно-ремонтные работы. Это культурно-досуговый объект у нас. Есть кружки, где ребята со школы занимаются, их учат танцевать, играть на той же гармошке. Кроме кружков, каждый месяц проходили до того, как началась реконструкция спектаклей. Там какие-то сценки, на основании которых дети учились обычаям, традициям, которые были у наших предков. В Нижне-Тиберде есть еще уникальный в своем роде творческий коллектив – Народный театр Тубешу, основанный в 1928 году. В холодное время года свои постановки сельским театралам приходилось ставить в актовом зале местной школы, который не совсем справлялся, когда случались аншлаги. Теперь вместо древянных печей, которые давно потеряли свою функциональность, помещение сельского ДК согревает новенькие радиаторы парового отопления, работающего на электричестве. Бывало, мы занимались до сильных морозов, устанавливали пушку, тепловую пушку, печки ставили, вот эти плиты, как на этих кухнях же бывает, грелись, репетировали, а потом уже пришлось нам перейти, я попросил у директора школы, чтобы нам выделили вот этот актовый зал небольшой, с удовольствием дали ключи, когда вам будет удобно, приходите занимаясь. Генеральную репетицию, генеральную репетицию, прогон, обычно я делал здесь, хотя было холодно по весне, ну столько народу собиралось. Были аншлаги, конечно, в селе куда еще идти, некуда идти. До реконструкции здание Нижне-Тибердинского ДК состояло из двух помещений – зрительского зала и фойе. Сейчас здесь, благодаря более рациональной перепланировке, удалось сделать два дополнительных рабочих кабинета и расширить сцену на 2,5 метра, что позволит организовать закулисье для артистов. Зал рассчитан на 126 сидячих мест. За противопожарной безопасностью уже наблюдается свыше 40 датчиков задымления. Ну а циркуляцию свежего воздуха обеспечивает 16 точек подачи из централизованной системы вентиляции. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Нижняя Тиберда, Карачаевский район. Почти всю свою жизнь он оказывал ветеринарную помощь. Много лет проработал в разных уголках нашей огромной страны. Заслуженный ветврач Карачаева-Черкесии и Украины Сапар Кубеков в свои 85 лет активно участвует в общественной жизни. О человеке труда в репортаже Алихана Лепшокова. Жизнь и опыт научат найти подход в лечении каждого животного, утверждает заслуженный врач Карачаева-Черкесии и Украины Сапар Кубеков. И в действительности вся его жизнь связана с развитием ветеринарии. Уроженец Аула Сарытюса Парахматович еще в 10-летнем возрасте в горячих песках Средней Азии принимал активное участие в освоении целины, за что был удостоен высокой награды. Для спецпереселенцев это были тяжелые годы. Чтобы как-то выжить, приходилось трудиться и добывать хлеб насущный. Мы думали только о том, чтобы не умереть с голода. И мы дети работали. Со мной работал Тимирлиев Тохтар, Савула Сартуз, Ермаков Николай, там местный житель, и я. В 10-летнем возрасте я был уже удостоен медали за доблестный труд. Это было в 1946 году, после окончания. Ну, по неизвестной мне причине, по сегодняшний день, нам почему-то эту медаль вручил не военкомат, а директор завода, где мы работали, Золотарев Александр Иванович. В эти сложные годы войны и депортации Сапар Кубеков окончил школу на отлично. Хотел стать юристом, но представителям депортированных народов не разрешали поступать по данной специальности. Ему пришлось подать свои документы на ветеринарное отделение Джамбульского веттехникума. После его окончания поступил в ветеринарный факультет Ставропольского сельхозинститута. Работал главным ветврачом в Астраханской области. Выбор профессии был не случайный, вспоминает Сапар Ахматович. Еще в школьные годы он очень любил животных и высказывал желание их лечить. После того, когда я три года отработал, я еще поступил в Московскую ветеринарную академию и тоже закончил. Это уже в 71-м году, но отлично. Я работал в Старобешевском районе. Ордена Трудового Красного Знамени, знак почета, совхоз, овощемолочный совхоз Бешевский. Министерство Треста Украинской ССР. В то время, как, наверное, вы знаете, были Министерство совхозов и Министерство сельского хозяйства. В 1976 году, 11 мая, мне присвоили звание заслуженного ветеринарного врача Украинской ССР. За свой многолетний труд в области ветеринарии в 2004 году Сапар Кубеков был удостоен звания заслуженный врач Карачаева Черкесии. Также Сапар Ахматович работал главврачом ветстанции и ветврачом Карачаевском райветстанции. Последним местом работы для него стал Костокитагуровский ветеринарный пункт. В те годы не было никаких аппаратов УЗИ и спецтехники. Приходилось проводить лечение на ощупь и опираясь на свой опыт, вспоминает наш герой. Даже пришлось оказать помощь питомцу приезжего цирка кенгуру, строение организма которого я только изучал по учебникам зоологии, рассказывает Сапар Кубеков. После этого, я говорю, зафиксируйте кенгуру, то есть укрепите. И принесли брезентовый мешок, накинули на этого кенгуру. Пришли там еще рабочие, и я обследовал кенгуру. В области шеи была шишка такая. Но когда я обследовал, сделал пробный прокол, это оказался гнойник. Пришлось разрезать, сделать операцию. Сегодня Сапар Кубеков принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев отметил, что несмотря на свой возраст, Сапар Ахматович ведет активный образ жизни и всегда участвует в различных мероприятиях. Будучи интеллигентным, грамотным человеком перед детьми, перед студентами в детской библиотеке, в национальной республиканской библиотеке, в городской библиотеке Карачаевска, в школах, в университете, он говорил о героях, о участниках Великой Отечественной войны. И за свой вот такой труд, большую работу патриотическую, он был в год столетия Кайсина Кулиева, получил медаль, юбилейную медаль Кайсин Кулиев. Он получил юбилейную медаль поручика Лермонтова за большую патриотическую работу. Сейчас Сапару Кубеков 85, но он и думать не хочет об отдыхе. Помимо общественной деятельности, он много читает художественной и специализированной литературы. Его библиотека насчитывает свыше тысячи книг. Голова должна быть светлой и служить во благо общества, отмечает Сапар Ахматович. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открылась выставка «Эхо афганской войны», приуроченная к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мураджан Кёзов с подробностями. 15 февраля 1989 года через мост дружбы перешел последний советский солдат. С этой поры это дата праздника афганцев-ветеранов и День памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. К этой памятной дате приурочили выставку, на которой представлена живая память событий минувших лет. Это и личные вещи, это каска, панама, это даже одежда душмана, там деньги, афганские деньги, документы, стихи, книга, которая в сборник стихов написана самим Мамчуевым. И, конечно, очень хочется, чтобы наши жители Карачаево-Черкесии, ученики посетили эту выставку. Экспонаты выставки дают посетителям уникальную возможность проникнуться атмосферой минувшей войны, изучить страницы боевой славы тех, чья юность оказалась опаленной жарким афганским солнцем. Вот эти экспонаты, которые тут, тот же компас, те же фонарики, я, например, первый раз их вижу, это очень интересно, например. И эти пожелтевшие листочки, письма, это, может, для кого-то это просто так, письма для матери или для девушки, которая ждала с войны, это много значит. И эти вещи должны, конечно, переедаваться из поколения в поколение. Пройдут годы, многое со временем забудется, но эхо афганской войны навсегда останется в памяти народа трагической меткой. Останутся стихи и песни, рассказывающие о силе духа и мужестве воинов-афганцев. Выставка – это очень благое дело. Все, что мы делаем, ветераны, вот, афганцы или другие ветераны, все, что мы сейчас делаем, это для нашего подрастающего поколения. Чтобы они все вот это видели и сами могли лицезреть. Выставка – это для нашей молодежи, для наших жителей, чтобы они все вот это вот могли видеть, как все это происходило, как все это было. Сражение непременно заканчивается, но память вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. В Москве прошел чемпионат мира по джиу-джитсу. Наш земляк Азамат Атаров стал пятикратным чемпионом мира по этому виду спорта. И на сегодняшний день он единственный спортсмен, достигший такого успеха в этом виде спорта. И сегодня, в эти минуты, в нашей студии он расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, как в целом прошел чемпионат, как ему, прокурору, удается совмещать свою основную работу с занятиями спортом и к каким соревнованиям он готовится. Доброе утро всем! Доброе утро, Азамат! Доброе утро, Белла! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Давно мы с вами не виделись, какое-то время мы тесно общались, освещали все ваши победы. Но как-то вот так получилось. Но вы не останавливаетесь на достигнутом. Все новые и новые победы, о которых мы слышим. И вот тут просто что-то оглушительное такое, оглушительный успех, можно сказать. Вы стали пятикратным чемпионом мира по джиу-джитсу. Да, совершенно верно. Каково это быть пятикратным чемпионом? Ну, сейчас это трудно сказать, каково быть пятикратным или трехкратным. Самая важная победа была, наверное, самая первая, она запоминающаяся. А уже дальше как-то уже эмоций столько нет. Копилка? Ну, уже как бы да, получается так. Но не всегда, конечно, получается, если вы по предыдущим эфирам, если люди помнят, кто смотрели, и следить за результатами, что не всегда первым был. И бронзовые были награды, и неудачные попытки, если можно таковыми их назвать. И реабилитировались тоже после. Проблем нет. Ну, пятикратный чемпион мира это обязывает. Будет ли Азамат Утаров шестикратным чемпионом мира? Идет ли он на это? Вопрос времени и здоровья, конечно. Но планируете? В наше нелегкое время, сам переболел тоже этой заразой, пандемия, конечно, сказалась тоже. И на соревновательном графике, и по состоянию здоровья я какое-то время вообще не выступал. То есть на протяжении почти 8-9 месяцев по состоянию здоровья я не мог выступать. Ну, сейчас все хорошо, все благополучно. И если все нормально будет по состоянию здоровья, по работе, успевать я буду, то почему бы нет? Ну, конечно, с этой болезнью мир-то наш перевернулся. Это всем понятно, мы немножко были отброшены назад от многих дел. Но я почему-то думала, что это тоже будет. И может быть даже не шестикратное и так далее. Просто об этом мы пока не можем говорить, но потенциал есть, естественно, и желание есть. И желание есть, да. Насколько я знал, вот этот чемпионат мира, он проходил в городе Москве, Москва. И мне бы хотелось узнать о том, как все проходило, какие были финальные схватки. Просто о ходе вот этого чемпионата, об организации, как все прошло. Ну, чемпионат, вы правильно сказали, было, что проходил 29 декабря 2021 года в Москве, в Курку-Сити-Холл. И себе организация проводил чемпионат мира и выступал уже не в первый раз именно в этой организации. Чемпионат мира проводили в Москве. И, наверное, даже пандемия тоже сказалась на локации, на проведении чемпионата, поскольку очень много российских спортсменов десантируется, если можно так сказать, за рубеж, чтобы выступать на чемпионате мира. Поэтому в этом году было принято решение, в том числе в связи с эпид-обстановкой, для того, чтобы провести именно в Москве. И 29 числа я выступал по поле полутора тысяч участников, зарегистрировано было в разных возрастных категориях, от детей до ветеранов, можно сказать. Я в своей весовой категории, выступал я в браун-белтах, это коричневые пояса, провел три встречи. И все три выиграл где-то досрочно, в том числе в финальную схватку, выиграл удушающим приемом. Я-то помню, что вы и другими видами спорта занимались. Почему именно этот вид спорта? С шестилетнего возраста я занимался, можно сказать, начинал заниматься борьбой самбо и дзюдо. Являюсь мастером спорта Российской Федерации по самбо и по дзюдо. В 2015 году попробовали свои силы. В грэплинге сначала был бронзовым призером чемпионата России. И оттуда уже предложили принять участие на чемпионате мира, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, где первое золото удалось завоевать. И после этого пошло. То есть с 2015 года я полностью переключился на джиу-джитсу. А чем нравится этот вид спорта? Этот вид спорта отличается, если, допустим, нашему зрителю известна борьба с самбо и дзюдо, поскольку сильно развита в нашей республике и больше упор делается на стойку, то в джиу-джитсу это борьба в партере. Начинается со стойки, как только перешли вниз, борьба не останавливается. И до полного завершения, то есть кто кого выиграет уже до конца, все 6 минут. Либо ты по очкам можешь выиграть по баллам, либо завершить с обмешанным болевым приемом или удушающим приемом. Ну вот за столько лет, и вы же видите наших спортсменов, на каком этапе развития этот вид спорта? Есть ли у нас вот такие талантливые, перспективные ребята? Есть, конечно. На ваш взгляд? Конечно, есть перспективные, талантливые ребята. Сейчас уже, можно сказать, с детства начинают тренировать по джиу-джитсу. То есть есть специализированные школы, конкретно направленные на развитие джиу-джитсу, грэплинга и так далее. А я уже, получается, переходил со своей базой в джиу-джитсу. Это чуть другое. Подрастающее поколение занимается, и не только подрастающее. Есть у нас и по взрослым результаты. И я сам слежу за вашими передачами, они у вас бывают здесь часто. Есть результаты хорошие. Есть, как говорится, люди, которые показывают тот результат, который не просто там на уровне России, они на международном уровне находятся сегодня. Азамат, ну, мне кажется, вот, чтобы достигать таких успехов, да, это же не просто там что-то любительское, это чемпионаты мира. Мне кажется, надо заниматься, ну, ежедневно, по много часов. А мы-то знаем, что вы, парень серьезный, вы у нас целый прокурор. Как вот это совмещать? Ну, честно говоря, совмещать не всегда получается было, скажу откровенно. Многим зрителям, в том числе подписчикам в соцсетях, там, в том же Инстаграме, кажется, что я занимаюсь только спортом и все. Это очень... Я поэтому хочу сказать, что такая же серьезная работа, это прокурор. Это не просто там... Конечно. У меня на первом месте работа, а сейчас уже просто за счет той базы, которая была получена с детства. Еще до того, как я начал служить в органах прокуратуры, уже хорошая база была. Ну, то есть мастер спорта по самбо и дзюдо, это уже хорошая школа, база. И после, уже перейдя сюда, здесь уже изучая эти техники, я просто начал себя развивать. И развивать. И на сегодняшний день я состою не в местном каком-то клубе здесь, имеется в виду, а выступаю под эгидой Чекмат Академия Москва. То есть я состою в этом клубе. Важнее для вас работа? Не просто важнее, а работа, это работа, это главное, конечно. А спорт это больше как хобби. В свободное от работы время я стараюсь посещать спортивный зал и держать себя в форме. Когда следующее соревнование? Куда будете готовиться? Следующее соревнование пройдет 6-7 марта в Краснодаре. Будет международный турнир, ТВВ называется он. С элементами шоу, очень грандиозное шоу нас ждет, поэтому пригласительное я получил. Я думаю, если никаких препятствий не будет по работе, по состоянию здоровья, то планирую выступить. Ну что же, я желаю удачи вам. Всегда удачи и в работе, и в спорте. Радуйте нас своими успехами. И с добрым утром вас. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи.